Всем привет, на связи с MoogFX и сегодня в этом видео мы с вами будем проводить анализ графика на финансовом рынке с использованием того, что здесь действительно работает. Работает здесь технический анализ, объемы, свечной анализ, в трейдинге, вот это все стоит на первом месте. И сразу в начале видео я покажу вам результат одной из последних сделок у меня в закрытой группе. Это был вход вниз, вот моя валютная пара, посмотри где была цена и куда по итогу произошло движение. 72 пункта, это не последняя, это одна из последних, следующая также был плюс на 4 пункта и здесь также плюс на 24 пункта по итогу 5 плюсовый ряд. Вот это прямо сейчас у нас все здесь так закрылось. Это работает на моем видении графика, на моем понимании. Я заложил свой взгляд на рынок в тот алгоритм. Сегодня в этом видосе хочу показать вам, как я вижу здесь движение цены. Вот прямо на максимум подробно самостоятельный анализ и самостоятельная торговля. В начале видео по стариночке. Я делаю бесплатный обучающий контент, показываю как здесь каждый может делать бабки. Каждый. Используя просто причинно-следственные связи и минимальное какое-то, знаешь, телодвижение внутри мозга. Давайте с вами приступать. Выберем валютную пару. Везде и здесь движение, кстати, сильное, здесь сильное. Может, ну здесь умеренно, кстати, было движение. Давайте посмотрим на эту ситуацию. Итак, валютная пара ГБП АУД. Давайте сразу посмотрим на процент. На выплату ГБП АУД. По цены сегодня будет чисто практика. 58% нет, не подходит. Тут сильное движение. Здесь очень сильная волатильность. Нормальный рынок получается у меня сегодня. Я понял, мне придется выбирать, как говорится, между плохим входом в рынок и входом в рынок, который будет еще хуже. Окей. ГБП-CHF вместе смотрим. Я понял. Пацаны, я неправильную тактику, наверное, выбрал. Нужно сразу смотреть. КАДЖИПИУАЙ 88%. Так и просто искать ее вместе с вами. КАДЖИПИУАЙ. Вот она у меня здесь. Здесь ужасная волатильность. Проанализирую все ради вас. Смотри. Первым делом, что вот здесь бросается в глаза. Давай смотри. Тенденция на повышение. Ну, может быть, но смотри, в чем прикол. Движение вверх. Можем даже отметить вот так вот. Вот этого минимума. Смотри. Ключевая область. И дальше. Идет движение на повышение. Раз. Давайте я сейчас все отмечу, чтобы вам все конкретно показывать. И обрати внимание, здесь нет жесткого движения на повышение. Здесь у меня цена очень часто уходит в боковичок. Здесь боковичок. Здесь боковичок. Вот он. Здесь то же самое. То есть цена уходит в боковое движение. Сейчас у меня происходит подход к области поддержки. Здесь есть зона интереса на покупку. Повышенная волатильность. И в данном случае, конечно, я буду заходить на откат в противоположную сторону. То есть мы пришли вниз, и я буду заходить на откат. Кат GPI. Вход на повышение. Все сделка у меня открыта. Так. Ставлю 5 секунд, чтобы вам было все видно обратно на график. Теперь смотри. Максимально огромные свечи. Огромные тени. Как в этом все можно разобраться? Почему я захожу на повышение? Я отмечу тебе сейчас самые важные вещи, на которые я обратил внимание. Первое. Это хорошая область. Относительно. Хорошая область. Здесь это сопротивление. 5 подходов таких ключевых. Далее пробитие. Здесь у меня максимум. От максимума потенциал на понижение был. Здесь также остановка. Она была пробита. Это факты. Была пробита. Объем на повышение. Здесь у меня набился по итогу. Далее падает у меня объем. Падает на движение цены в сторону вниз. То есть он так сильно упал, что появился объем на повышение. Здесь снова скопился объем. То есть вольюм здесь у меня сидит мой продавец. Дал по башке и ушла цена еще ниже. Объем все так же падает при движении на понижение. Поэтому я и захожу на повышение. Здесь стоит отметить. Давай я уберу вот эту границу. Вот эту, чтобы ты не путался. И смотрел только на то, что действительно здесь сейчас важно. Мы находимся внутри области. Видишь? Области скопления объема. Это не просто область. Здесь действительно находится тот самый объемчик. Мы можем смотреть на эту картину с двух сторон. С максимума. Да. Либо можем смотреть вот с этого минимума. Да. На повышение. Рассматривать потенциал. В любом случае. Все это у нас происходит в диапазоне движения цены. Вот это. Ты видишь? То есть по сути здесь есть максимумы. Здесь есть минимумы. И все, что нам нужно, это отрабатывать вход от минимума на повышение. От максимума на понижение. Конечно, при этом мы не слепо будем так заходить. Да. Мы с вами смотрим на возможное пробитие. То есть какая вероятность того, что здесь произойдет пробитие цены, например, еще ниже. Конечно, она здесь присутствует, потому что до этого, как минимум, вот раз и вот два, не считая вот этого движения, оно было гиперновостное, пробитие произошло. И сейчас оно также может теоретически произойти, поэтому я готов ко всему. Вот, кстати, сказал, рывок и произошел. Вот он у меня происходит. Здесь у меня находится еще один минимум. Объем не растет. На пониженном объеме нет фиксации. Ставлю две минуты и дополнительный вход на повышение. Две минуты почему? Потому что нет фиксации. Когда нет фиксации цены, ты понижаешь время. Просто запомни это. Это факт, которого нужно придерживаться. Здесь логика элементарная. Объясняю. Когда повышенная волатильность, вот у вас, например, есть диапазон, в котором идет ваша цена. Здесь ты открылся на повышение. Думаешь, что будет движение цены вверх. И оно действительно уходит еще выше. Ты радуешься. Все классно. И буквально тут 20 секунд до завершения. Повышенная волатильность. Происходит резкий рывок цены вниз. И буквально тут 5 секунд. И ты получаешь минус. Ты зашел на 4 минуты. То есть вот этот промежуток. Вот этот вот. Это 4 минуты. Но ты это понимаешь. Что твой анализ правильный. Просто не происходит в фиксации цены. Потому что цена слишком резко доходит из-за повышенной волатильности. До скопления объема. Например, в области сопротивления. Поэтому ты понижаешь время. На 2 минуты. Либо на 1 минуту. Ты также заходишь. И ты закрываешься где-то вот здесь. Пока твоя цена не успевает дойти до области скопления объема. Я надеюсь, здесь максимально понятное объяснение было для всех. Ребята и девчонки. Давайте развиваемся. Все вместе. Еще. Обязательно. Поднавалите лайкос. А вдруг вы не поставили на это видео лайк. Пацаны и девчонки. Вы не сможете заработать здесь бабок. Да. Потому что мои видики они заточены. В них энергия понимания цены. Ты понял? Я же сюда вкладываю душу и энергию. Ты ставишь лайк. Ты получаешь кусочек энергии от меня для понимания графика. Это абсолютная правда. Я делаю с душой от души. Так, чтобы всем все было понятно. А если будешь игнорировать, братан, будешь сливаться, кто тебе доктор? Ну, я не знаю, кто тебе доктор. Может, какой-нибудь проктолог станет твоим доктором. Ну, ладно. Сейчас не про проктолога. Давайте внимательно смотреть. Мы ниже не ушли. Я получаю здесь плюс. И вот смотри. Кто-то скажет. Эй, смог тут совсем немного было. И он будет абсолютно человеком, который сказал правду. Будет просто таким типом. Посмотри на время, которое я зашел. На 2 минуты. Я вам объяснил, почему. Я вижу, что у меня нет фиксации. Значит, я понижаю время. Запомните. Это мой ход с точки зрения тактики. Это чисто тактический ход. При этом логика здесь понятна на 100%. Чем выше у тебя волатильность, тем время твоего входа должно быть меньше. Не 2 минуты, а 1 минута. Здесь, ну ты сам посмотри. Это просто цирк шапито какой-то. Дополнительный вход в рынок. Я получил здесь плюс. Но я еще раз захожу в рынок. Потому что я дошел до одной из ключевых областей. Вот здесь она у меня находится. Мы сюда вообще доходили на очень таком жестком объеме. Очень удивительно, почему у нас здесь не появился объем на повышение. Такой стабильный, хороший. Но глядя на все эти телодвижения, на самом деле это не удивительно. Типы. Давайте посмотрим правде в глаза. Волатильность повысилась еще больше. Я дошел до минимума. Показываю вам. Вот вход в рынок на 1 минуту. Кто-то скажет, смог ты торгуешь на минутках. Нет, я отрабатываю вход на 1 минуту. Я отрабатываю вход на импульс после ложного движения в сторону на понижение. Почему на 1 минуту? Потому что повышенная волатильность. И моя цена может не закрепиться элементарно в той зоне, в которой я получу плюс. Поэтому я уменьшаю свои риски из-за того, что я уменьшаю время входа. Да, пацаны. Вот оно так происходит. Вот я получил плюс за 1 минуту. Но при этом я зашел от области поддержки. При падающем объеме на понижение. Движение на понижение. Объем на понижение падает. Это говорит про слабость движения в сторону вниз. Ты понимаешь? Да, ты понимаешь. Да, уже что-то там в голове формируется. Молодец. Идем с вами дальше. Евро и USD. Сюда. Идишь ты. Да, но здесь, конечно, капитальные пробития. Я это понимаю. Я это вижу. Максимум, минимум, еще ниже пробития были. В какое время? Днем. Сейчас у нас не день. Все на понижение. Так, попытки вверх. Здесь большая свеча. Объем усредненный. Куда? Будем заходить на пробитие? При общем движении вниз на пробитие. Все просто так валится. Здесь зона интереса на понижение. Но, пацаны, нет ни одного фактора, который бы указывал на то, что нужно заходить в сторону вверх. Ни одного факта. Факта и фактора. Поэтому мы заходим вниз. Так, вот это я все хочу убрать. Определяемся с общим движением цены на понижение от этой области. Вот так вот красиво с вами отметим. Этот максимум и этот максимум я взял. Большая область получилась. Так, ну здесь пробития катастрофически происходят. Мы просто идем ниже, 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 ниже. Здесь нет факта, который бы говорил о том, что нет, нужно заходить вверх. Но его здесь нет. Зачем пытаться искать то, чего нет? Ну давайте по пунктам, вот чтобы всем было понятно. Раз, да? То есть зона интереса на понижение добрый вечер. Объем есть на понижение. Смотри, движение вниз, объем, ну ты сам видишь, равный. Я это не придумываю, да? Мы пробиваем все минимумы предыдущие. Все, абсолютно, абсолютно все. То есть мы валимся очень жестко. От макса мы падаем вниз. Где у нас находится минимум? Ну пацаны, пока мы с вами не увидим супер маленький объем, вот здесь вот. То есть который не будет соответствовать размеру этого движения вниз. Мы с вами вот зашли. Не зашел на 4 минуты, потому что в принципе рынок такой в общем и целом волатилен. Поэтому на 3 минуточки залетел, пацаны, залетел. Чисто для того, чтобы вам показать, как оно себя ведет, как оно себя чувствует. Хорошо. Давайте подождем минутку до завершения. Здесь такой вход чисто по общему движению, по потенциалу, да и в принципе все. Так, давай посмотрим, что у нас здесь. Еще один был плюс за то время, как я вместе с вами смотрел на график. 52 пункта, если кому интересно. Вот такие вот движения у нас здесь происходят. Это обновленный алгоритм. Абсолютно полностью. Со всех сторон здесь и объемный баланс. Ну короче, здесь прям комбинаторика работает замечательно. И 52 пункта, да. 5 плюсов, это 6 плюс в ряд. 52 пункта. Это для тех, кто интересуется, а что у вас там вообще в группе. Пацаны, нет кнопки бабло. Есть прогнозы. Большое количество практики. Поэтому, если ты настроен на то, чтобы обучаться, можешь залетать по спецусловиям по первой ссылочке в описании и под этим видео. Нажимаешь на чат-бота и через него вступаешь. Плюс 89 баксов. Смуки фиксик, ты такой молодец, братишечка. Ну скажите мне кто-нибудь уже так в комментариях. Ой, короче, что это вообще за красота такая? 83 440 баксов на балансе, пацаны. Это я от вас никаким образом не скрою. Да, прошло примерно минут 40, наверное, с момента предыдущего моего акцента и на этот акцент. И да, я рубанул очень даже прилично десятки тысяч долларов к балансу. Я даже понимаю, что многие подумают, что блин, а вдруг он просто пополнил. Смотри, я обновлю страницу раз. И вот история финансов. Крайний это вывод. Здесь все. Это чтобы ты понимал, вот я обновляю, что я не делал пополнение. Это я заработал прямо сейчас. А вы скажете, Смок, а почему ты не покажешь, как ты заработал? Пацаны, а там повышенные суммы. Там повышенные риски. Я не хочу, чтобы вы мне писали, что пропагандирую отсутствие риски мани-менеджмента. Нет, пацаны, вы как раз торгуете с использованием риски мани-менеджмента. Все, что я вам хочу сказать, это то, что я взял прогноз из закрытой группы. А там уже хотите верьте, хотите нет, но на балике нормально так. Трицал упал. Но трицал реально припал на душу. Приятно? Ну, мне приятно, скажу честно. Кстати, сегодня было 50 плюсов в ряд вот в этой группе. 50 плюсов в ряд. 50. Просто вдумайтесь. Ну, это охренеть. Это можно охренеть. Короче, переходи по первой ссылке в описании. Вступай в группу. Здесь кайфуй и развивайся. Брата, ну, быть добру, это все, что я хочу тебе сказать. И я верю в каждого из вас. Все, всех обнял, приподнял. Я пошел немножечко гудеть, отмечать. Такой хороший профит. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok